сейчас я буду создавать макияж без макияжа с акцентом на сияющую красивую кожу для начала необходимо подготовить кожу я буду использовать сыворотку primer fill the glow которая увлажняет и усиливает естественное сияние кожи губы я подготовлю с помощью праймера он устраняет шелушение и сухость выравнивает текстуру кожи и позволяет помаде не растекаться и равномерно распределяться светоотражающим консилером glowing touch я высветлю центральный треугольник лица светоотражение у консилера зрительно разглаживает текстуру кожи и придает внутреннее свечение я буду использовать два оттенка с розовым подтоном на зону в области под глазами а с бежевым подтоном на остальную часть треугольника оба консилера на тон светлее вместо тональная жидкой кремовой основы я буду использовать основу пудру она называется в этот драй ее можно наносить кисточкой для более тонкого слоя или спонжем для более плотного покрытия эта пудра у меня на тон светлее поэтому я ее нанесу на центральный треугольник который я до этого высотяла консилером а на периферию лица нанесу оттенок на тон темнее так я создам естественную очень натуральную скульптуру пудры на тон темнее я выделила скулы затемнила боковые части оба линии подбородка и крылья носа для того чтобы кожа выглядела светящийся я добавлю хайлайтер буду использовать сухой хайлайтер к углом нанесу его на выступающие зоны лица которые при естественном освещении бликуют универсальной палеткой nude он я могу выполнить не только макияж глаз но и макияж бровей здесь присутствует 6 натуральных матовых оттенков у них прекрасная плотность фиксирующим гелем для бровей уложу и зафиксирую брови макияжа без макияжа все текстуры и цвета должны быть неяркими и очень натуральными из этой палетки я выбрала два цвета темный я нанесу ресничного контура когда вы затемняете и даете тень у ресничного контура то глаз всегда выглядит ярче а светлый оттенок я нанесу на складку складка станет более рельефной и глаз будет более объемным у алины от природы густые и длинные ресницы и если я пройдусь тушью по всем ресницам то глаза станут очень накрашенными а я создаю макияж без макияжа в таких случаях вы можете просто пройтись вдоль корней ресниц щеточкой туши и этого будет достаточно кремовая текстура помада вельвет кис создает бархатный финиш она не сушит и легко растягивается на губах я ее буду использовать двух вариантах пальчиком нанесу на губы а потом добавлю этот цвет немножко на щечки я создала макияж стиле нюд да глам тим итак наш первый образ любой макияж начинается с подготовки кожи и для подготовки я возьму праймер фай стар он защищает кожу от внешнего воздействия окружающей среды он также обладает spf защитой защитой от старения и обеспечивает нам полную скажем так подготовку к нанесению тонального средства и так второе средство это кушон он создает эффект матовой кожи обладает блюр эффектом значит рассеивает цвет и вы будете прекрасно выглядеть и на дневном освещении и вспышках фотокамер кушон имеет покрытие от легкого до среднего вы можете наслаивать его чтобы скрыть все несовершенства с помощью светоотражающего консилера скроем потемнение под глазами для того чтобы создать отдохнувший загорелый вид я воспользуюсь бронзером из коллекции портофина я нанесла бронзер на выступающие участки лица на периферию то есть на боковые участки лба выступающие части скул немножко на носик на подбородок и обязательно на шею чтобы она не отличалась по цвету оформлю брови с помощью карандаша и прозрачного геля теперь я создам яркий акцент на глаза с помощью двух синих карандашей следующий продукт это праймер для ресниц он усиливает цвет туши препятствует ее осыпанию а также продлевает стойкость туши а теперь очередь водостойкой туши она устойчива не только к воде но даже к поту и слезам а также она дает яркий насыщенный цвет финальный акцент это полупрозрачная увлажняющая помада из коллекции портофина и так у нас получился очень яркий очень насыщенный акцент на глаза такой легкий акцент на бронзинг да на натуральную загорелую кожу единственное что мы можем добавить это лак для ногтей а сейчас я буду выполнять монохромный макияж макияж который выполняется одним продуктом и в одном цвете и для этого я буду использовать вот такие вот румяна которые называются глэмчик здесь два продукта матовые румяна и сияющий хайлайтер вы можете создать сияющее свечение с помощью румян и хайлайтера вместе либо использовать по отдельности начну я со скул на них я сначала нанесу матовые румяна добавлю этот же оттенок на глаза немного на лоб на кончик носа и подбородок а сейчас я поделюсь лайфхаком от визажистов румяна можно носить не только на кожу лица но и на сами губы особенно это красиво смотрится если вы на помаду нанесли матовые румяна они создадут мягкий бархатный финиш помимо этого они закрепят помаду и она будет дольше держаться и цвет кстати тоже усиливается я создала макияж одним продуктом и показала его многофункциональность этот макияж будет с упором на стойкость и с акцентом на яркую помаду но конечно сначала мы воспользуемся тональным средством я использую стойкое тональное средство для того чтобы макияж продержался в течение всего дня нанесем немного светоотражающего консилера на зону под глазами зафиксирую центр лица супер легкой матовой пудрой с помощью скульптурирующей палетки я добавлю легкие естественные тени скульптурирую скулы немного всю периферию лица а также добавлю этот же скульптурирующий оттенок на глаза я смешаю румяна и хайлайтер и нанесу на самую высокую часть скул для того чтобы придать свежести карандаш и гель для бровей помогут сделать брови аккуратными для того чтобы создать заоблачный объем ресниц я использую супер объемную тушь first class для того чтобы создать супер стойкий эффект на губах я воспользуюсь помадой kiss proof она запечатывает цвет и не отпечатывается ни на бокалах ни на одежде этот макияж яркий и очень стойкий в таком образе вы в любой момент готовы к фотографии макияж